Генетический детерминат Генетический детерминат Генетический детерминат Генетический детерминат И, соответственно, данная форма также будет стабильной. В то же время выделяют отдельные факторы, такие как гиперчувствительность. Сегодня уже на данной конференции говорилось по поводу роли гиперчувствительности в целом при гастроэнтерологических заболеваниях и при заболеваниях пищевода. И, соответственно, эта форма также выделяется как отдельная в настоящее время форма гастроэнтерологической болезни. Если посмотреть на основные факторы, которые лежат в основе патогенеза гастроэнтерологической болезни, они достаточно многообразны. Но в целом можно выделить несколько ключевых. Это гиперсекреция кислоты в желудке, которая в дальнейшем воздействует на слизистую оболочку. Это нарушение моторики, эзофага, гастрального перехода и, собственно, функция слизистой оболочки, которая обычно должна быть защищена от кислого воздействия и от воздействия ферментов. И, соответственно, чувствительность нижней трети пищевода, которая воспринимает те воздействия, которые есть. В настоящее время считается, что практически каждый из аспектов патогенеза гастроэнтерологической болезни взаимосвязан с генетическими факторами. И, собственно, на следующих слайдах я постараюсь продемонстрировать те результаты исследований, которые были получены к настоящему времени. Но начать, наверное, следует с того, что было получено в эпидемиологических исследованиях, когда изучали взаимосвязь проявлений гастроэнтерологической болезни у близких родственников, в частности, у монозиготных близнецов, а также у членов одной семьи. Соответственно, вы видите, что есть тесная взаимосвязь между генетическими факторами, была продемонстрирована в целом ряде исследований. И были выделены несколько генов, которые потенциально могут быть взаимосвязаны с возможными проявлениями гастроэнтерологической болезни. Соответственно, было выделено от 10 генов до, некоторые считают, что даже больше, около 30 генетических локусов, которые могут быть тесно взаимосвязаны с гастроэнтерологической болезнью. На самом деле, если углубиться в эту проблему и попытаться проанализировать те возможные механизмы, которые есть, то, соответственно, вы видите, что есть публикации, которые говорят о том, что генетические механизмы могут по-разному реализовываться в течении гастроэнтерологической болезни. В частности, это механизмы восстановления ДНК при повреждении, при наличии воспалительного процесса в слизистой оболочке пищевода. При реализации воспалительного ответа имеет роль главный комплекс гистосовместимости, который регулирует токлеточный ответ. Также есть генетические полиморфизмы, которые обусловливают возможность регуляции кислотопродукции, а также влиять на воспалительный ответ. И вы видите, что есть ряд генов, которые могут, с одной стороны, обеспечивать чувствительность пищевода к воздействию рефлюксата, в частности, гуанин, нуклеотид, связывающий протеин бета-полипептид и мутация С825-ТИ. И также исследования, которые говорят о том, что есть факторы, которые влияют на восприятие, а именно то, какой симптом именно возникнет. Именно возникнет ли изжога, или возникнет боль, или возникнет просто дискомфорт за грудиной. В то же время есть факторы, которые в какой-то степени уменьшают возможность развития гастрофагиальной рефлюксной болезни. Несмотря на то, что будет развиваться рефлюкс, тем не менее то, что попадает в пищевод, может не вызывать никаких симптомов. И, соответственно, говорить о рефлюксной болезни будет нельзя. А именно в данной ситуации могут срабатывать те факторы, которые обусловливают воспалительный процесс в желудке. И, собственно, были показаны взаимосвязь с мутациями гена, которые обеспечивают провоспалительный ответ. Это интерлекин-1b. И, соответственно, при наличии хеликобактерной инфекции, при определенных генетических предрасположенностях, может увеличиваться экспрессия самого интерлекина, то есть цитокина в слизистой оболочке желудка. Это усугубляет воспалительный процесс, что приводит к деструкции париэтальных клеток, гипо- и ахлоргидрии. И, соответственно, приводит к тому, что в результате у человека воздействия кислоты на слизистую оболочку пищевода не будет. В целом регуляция продукции цитокинов может обусловить вариабельность ответа на один и тот же раздражитель и, собственно, выражаться в формировании различных форм именно эрозивной гастроэзофагиальной рефлексной болезни и неэрозивной формы данного заболевания. Вы видите, что были получены результаты анализа, и данное опубликовано еще в 2011 году. Достаточно большое количество генов, которые говорят о том, что есть различия между формами гастроэзофагиальной рефлексной болезни с наличием эрозива в пищеводе и без. Соответственно, отношение шансов наличия того или иного генетического полиморфизма существенно отличается между данными формами. Кроме того, помимо того, что генетические особенности могут влиять на формирование различных форм гастроэзофагиальной рефлексной болезни, влиять на течение ее, также немаловажную роль играет то, что генетика влияет непосредственно на метаболизм тех препаратов, которые мы используем при лечении гастроэзофагиальной рефлексной болезни. И, в частности, вы знаете, что ингибиторы протонового насоса, которые являются основным классом препаратов для лечения ГЕРБ, все из представителей этой группы зависят от полиморфизма гена СИВАПИ-2С19. В меньшей степени метаболизм может происходить посредством цитохрома СИВАПИ-3А4. И, соответственно, для разных представителей класса ингибиторов протонового насоса выраженность метаболических процессов при помощи каждого из этих ферментов нам несколько отличается. Но, тем не менее, у всех из них метаболизм зависит от цитохрома СИВАПИ-2С19. Кроме того, нужно сказать, что метаболизм при помощи СИВАПИ-3А4 происходит медленнее, и, соответственно, большая часть препаратов разрушается именно с участием препаратов СИВАПИ-2С19. Это касается всех препаратов, как я уже говорил, даже представителей новых, новых представителей, таких как эзомепрозол и дексланепрозол. Однако об особенностях метаболизма этих препаратов скажу несколько позже. Хотел отметить, что распространенность различных фенотипов, которые обусловлены полиморфизмом гена СИВАПИ-2С19, и которые, собственно, обусловливают скорость метаболизма ингибиторов протонового насоса, выражена различным образом в различных популяциях. Здесь вы видите таблицу, и в таблице представлена частотная характеристика по встречаемости различных фенотипов. УБ — это лица, которые обладают ультрабыстрым метаболизмом, БМ — это быстрый метаболизм, СМ — это средний метаболизм, и ММ — это медленный метаболизм. Соответственно, каждый из этих вариантов обусловлен различным наличием мутаций или в обеих аллелях гена, или в только одной из них, или, соответственно, обе аллели гена будут мутантными. Соответственно, если у пациентов имеется мутация в обеих аллелях, то, соответственно, у пациента будет замедлен метаболизм данного класса препаратов. При этом вы видите графики, которые показывают скорость метаболизма ингибиторов протонового насоса в зависимости от генетического полиморфизма, существенно отличаются. Возвращаясь к таблице, если мы посмотрим, то мы увидим, что европеоиды, и, собственно, так же, как и представители нашей популяции, собственно, тут результаты собственного исследования представлены, говорят о том, что в нашей популяции, как и в европейской, достаточно много пациентов с наличием быстрого метаболизма ингибиторов протонового насоса. И гораздо меньше пациентов с наличием мутаций только в одной из аллеля гена. И по нашему исследованию, пациентов, у которых бы встречалась мутация в обеих аллелях, в принципе, не встречено. Но в европейской популяции таких пациентов, которых благоприятно для лечения ингибиторами протонового насоса, фенотип достаточно мало, и большая часть из них, практически 70%, быстро метаболизирует ингибиторы протонового насоса. Посмотрите, есть особенности в новых формах ингибиторов протонового насоса. Если мы говорим про эзомепрозол, то здесь представлены результаты клиренса препарата, который касается лево-вращающего изомера эзомепрозол и право-вращающего изомера. Вы видите, что, соответственно, медленнее подвергается клиренсу лево-вращающий изомер, и, соответственно, он дольше находится в сыворотке крови, и, соответственно, обеспечивает больший эффект. Собственно, также вы видите плазменная концентрация, которая геометрически растет у представителей, которая состоит только из одного изомера, нежели чем из рацемической смеси, то есть из двух изомеров, то есть у эзомепрозола по сравнению с омепрозолом. И, собственно, если мы говорим про дополнительные факторы, которые говорят о том, какие долгосрочные перспективы у гастроэзофагиальной рефкрусной болезни, и есть ли генетические предрасположенности влияния генетики на то, каким образом закончится заболевание, если мы его не будем лечить, то тут тоже выявлены определенные генетические детерминанты, в частности, ФОКС-Пи ген, он практически у всех пациентов является фактором риска, который приводит к формированию аденокарцинома пищевода, и также вы видите, что есть определенные различия между мужчинами и женщинами. Часть генов реализуется только у мужчин, большая часть, которые были изучены, но, однако, некоторые из них, в частности, МФС-1, он больше реализуется у женщин. В заключение хотел сказать, что гастроэзофагиальная рефкрусная болезнь – это полиэтилогическое заболевание с высокой вероятностью имеющую генетическую предрасположенность, и, как вы видели, генетика играет значительную роль как формирование различных форм гастроэзофагиальной рефкрусной болезни, так и течение ее, так и имеет существенный вклад на собственную терапию современными классами препаратов. И, соответственно, если у пациента выявляются неблагоприятные фенотипы, то, соответственно, может также иметь сопряженность с определенными неблагоприятными исходами. И, учитывая то, что у нас распространенность пациентов, которые быстро метаболизируют ингибиторы протонового насоса, достаточно велика, то, соответственно, при назначении препаратов следует отдавать предпочтение тем из них, которые метаболизируются медленнее. Благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, то готов ответить. Продолжение разговора у нас в другом зале. Как вы объясняете то, что ГЭРБ стал гораздо более распространен, несравненно по частоте, по сравнению с ясной болезнью? И имеет ли значение какой-то генетический фактор? То есть условия среды могут каким-то образом активизировать какие-то там локусы? Или вы так прекрасно рассказали, видимо, разбираетесь в генетике. Как вы с этой стороны это объясните? Я думаю, что, безусловно, есть, потому что вы видели, что есть генетические факторы, которые обусловливают наличие самого воспалительного процесса. Это раз. Второе, то, что язвная болезнь, если мы говорим про язвную болезнь 12-перстной кишки, то это заболевание, которое тесно ассоциировано с хеликобактерной инфекцией. И наши усилия в течение последнего времени постепенно приводят к тому, что... Хорошо, а почему так часто стало вот ГЭП? Больше всего меня вот это интересует. Я думаю, что в определенной степени это связано с, во-первых, информированием врачей, то, что стало больше акцент на то, что это заболевание есть. Второе, с тем, что уменьшается вклад именно язвной болезни. И потом, если мы посмотрим, вы уже говорили в историческом аспекте сейчас, да, вот на предыдущем заседании, то раньше, если у пациента была изжога, то практически всегда говорили, что у него есть язва. Сейчас понимание того, откуда приходит этот симптом и как он формируется, несколько изменилось. И, собственно, наше понимание выросло. И, собственно, поэтому стали чаще ставить гастрофагиальную репрессивную болезнь, но уже более дифференцированно подходить и к диагностике, и к назначению терапии. То есть вы считаете, что в основном это именно улучшение диагностики, а нет вот объективного роста такого мощного? Ну, вряд ли генетика сильно изменилась у нас. Я не думаю, что генетический состав сильно меняется. Если каким-то образом на геном могут влиять условия жизни? Ну, я думаю, что в определенной степени может, конечно. Тогда, скорее всего, это есть, наверное, от нашей жизни? То есть наличие мутации, формирование мутации, наверное, все-таки есть. Спасибо. Спасибо. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok